Так. Разобрали, какие есть потребности. Дальше. Дальше. Вот. Именно эти потребности разбираем более подробно. Физиологическая потребность. Еда, сон, одежда, жилье, отдых. Это самая первая потребность у каждого человека. И именно к этим потребностям все стремятся. Потребность безопасности. Это уверенность в будущем, независимость. Если у людей такая потребность есть, это проверяют чистота бизнеса, легальность, официальность. Потребность к общности. Это семья, друзья, общение, коллектив. У меня это тоже есть, потому что я общительный человек. У меня друзей много общения и коллектив. И в коллективе я тоже стараюсь, ну, самовыражаться как-то. Потребность к признанию и уважению. Это карьера, избранность, престиж. И духовные потребности. Это самореализация, творчество, личностное. Кто-то может выражать какие-то таланты, кто-то хочет выражать свои таланты, петь, танцевать. Ну, разные. Вот это вот такие есть потребности у людей. И именно если есть потребности, если есть потребности, то есть мотивация, чтобы идти и получать эти потребности. Итак, есть виды мотивации. Это внешняя мотивация и внутренняя мотивация. Дальше рассмотрим, как это внешняя мотивация, как это внутренняя. Внешняя мотивация, это постоянно меняется. Это о том, о чем я говорила, это хотела квартиру, сейчас уже хочу машину, сейчас потом уже хочу дом. Постоянно меняется. Это материальные желания, деньги, путешествия, одежда, техника, еда. Вот это внешняя мотивация. Хочу и стремлюсь лучше, 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 лучше. Вот это меняется. То есть сегодня я хочу это, завтра хочу уже другое платье. То есть это вот такая вот внешняя мотивация. И есть внутренняя мотивация. Внутренняя мотивация, это возможность воплотить свои идеи. То есть это уже внутри нас сидит. То есть у меня вот уже работа в компании Алифлейм, это уже больше не внешняя мотивация. Это у меня уже внутренняя мотивация, потому что я уже так загорелась этой идеей, я уже так, мне все нравится здесь. И вот у меня много идей, мне хочется, чтобы меня уже понимали, с первого раза понимали, чтобы соглашались на бизнес, чтобы я помогала друзьям. Ну, это вот самореализация, это наши мечты. И у кого-то внутренняя мотивация, это вот кто-то там поет, танцует, и, ну, это уже внутреннее, это не материально, это то, что вы хотите проявить, как вы хотите проявить себя. И вот еще такое вот уйти от чего-то, то есть если где-то что-то надоело, если где-то что-то от чего-то устали, вот это вот есть внутри мотивация, что вот все надоело, не хочу, хочу что-то поменять, хочу уйти, хочу, ну, я думаю, меня понимаете. Может, если кто-то что-то не понимает, то пишите. То есть вот такие вот два вида мотивации. Ну, я говорю, у меня уже мотивация работать в компании Reflame, не только финансовая выгода, не только там машина, квартира, деньги. У меня уже вот именно, ну, это мне нравится, что я могу помочь, я могу помочь другим. Вот это мне, вот это моя внутренняя мотивация, что у меня есть люди, которые поверили в меня, и я просто обязана помочь, я просто обязана довести до результата. Потому что если я людей пригласила в этот бизнес, а сама через месяц уйду, окажется, я балабом. Нет, я уже с этого бизнеса никогда не уйду, и у меня уже мотивация работать здесь, это уже вот такая вот внутренняя. Поэтому кто-то работает ради денег, кто-то работает ради денег и удовольствия, кто-то работает ради путешествий, кто-то работает, ну, а кто-то уже и по принципу. Я, у меня они все вместе, и хочется всем остальным доказать, те, кто меня не верил, те, кто, ну, хочется доказать, чем я не такая. Я тоже две руки, две ноги, голова, и я хочу тоже так, как успешные люди. Итак, что двигает людей? Вот, есть мотив, это вот морковка, вот у ослика, ну, видите на картинке? Есть вот стимул, то есть стимулирует, стимулирует, как беременность, то есть не получается, начинает стимулировать. Вот ослика подгоняет уже там острой палочкой. И вот какие состояния, какие чувства, вот это видение ситуации, дорога какая, вот это вот, вы должны вот это все у себя, вот, оно у вас должно четко прорисоваться. То есть у вас должен быть мотив, это морковка. Почему вы сюда пришли? Хотите быть директором, да, но вы еще, может, там, еще не полностью разобрались, хотите, не хотите. Вам нужно увидеть ситуацию, дорогу. Что вам нужно будет делать, что вам нужно будет делать, вот, на пути к этому директору. И потом, какие вы чувства будете получать от того, когда вы станете директором. И, ну, какое состояние там. Ну, естественно, если, ну, как говорится, и кнутом, и пряником, организация ситуации, дорога, у нас тут, естественно, не по прямой дороге мы идем. У нас вот так, вот так, там, там что-то мешает, там что-то мешает, всем что-то мешает. Но если есть вот этот мотив, если есть у вас эта мотивация, вот эта вот морковка, если вы только, вы как ослик, как кролик, вы хотите эту морковку, и что бы то ни было, дождь, нет, вы идете и ищете эту морковку. Так и у нас. У меня это так. У меня это так. И я хочу найти себе таких обезбашенных, как и я, вот, Оля, Ира, и чтобы и у вас тоже так это было. Так, если хотите промотивировать тебя или человека, найдите его морковку. То есть, вот это сейчас поищите, что, зачем вы, зачем вы пришли в компанию, да, заинтересовал вас доход, все, но просто сейчас просто сядьте, проанализируйте. Будут какие-то там препятствия, будут какие-то там помехи, будет что-то мешать вам двигаться, будут кто-то отговаривать. Вот, сможете вы с ними сражаться, не сможете, будете идти вперед. То есть, и когда вам хочется сдаться, вспоминайте о своей морковке. Я вспоминаю. Я уже просто, я не могу сдаться, я не хочу сдаваться, потому что... Я хочу стоять на сцене, я хочу получать чек, я хочу рассказывать другим, что помогая другим, я дошла до этого уровня. Потому что у нас компания, помогая другим, если я вам не буду помогать, не буду рассказывать, не буду рассказывать всю информацию, я не вырасту здесь. Поэтому мотивируйте других, но ищите свою мотивацию, ищите, когда будут у вас новички появляться, тоже... Почему я общаюсь? Почему я общаюсь с людьми? Я просто хочу понять, надо человеку, вот с помощью этого вебинара, вы сами сейчас поймете, надо вам работать в компании или не надо? Хотите вы жить так или вас устраивает все? Вот мотивируйте другим, вот это вот других, вот это вот такая мотивация, чтобы вы сами себя проверили. Ну, мотивирую я себя, я же говорю, я мотивирую себя результатом. Очень хочется результата, и я не даю себе вообще никаких там сдамся, не сдамся, что будет. Я только лёд, ни на что, и у меня вот, как у девочки, морковка, и всё, сплю и вижу. На сцене директора рисует. Да, я успешна. Найдите свои мотивации, то есть, что вам здесь нужно, или деньги, или там, помогая другим, или... И как вы будете себя мотивировать? Можно кнутом, можно пряником, то есть, или конфеткой, или пряником. То есть, я, когда у меня есть какой-то результат, когда там есть регистрация, когда успешно провела вебинар, когда там вышла на новый уровень, тогда я себя мотивирую, естественно, там, какими-то там сладостями, или какими-то там вкусностями. Если у меня что-то не получается, это как кнутом. То есть, я погоняю себя, и я уже говорила своим людям, если вы не можете вставать, если у вас ещё есть, присутствует лень, спросите меня, я буду звонить и говорить вам. Я буду искать у вас мотивацию, зачем вам надо, буду подгонять, буду мотивировать конфеткой. То есть, у нас тоже проводятся конкурсы, тоже разные, мы и в группе проводим, и, то есть, можно получить там подарочки, можно, ну, то есть, есть люди, которые пришли на подарочки, то есть, это как на конфетку. Пришли, стартовую прошли, подарочки получили, и уходят, то есть, найдите свою мотивацию. Также, есть виды мотивации. К, то есть, я иду к чему-то, я иду к уровню директора, я иду к уровню, чтобы зарабатывать деньги, это иду с удовольствием. И есть мотивация от, это убегать от чего-то, то есть, вот, если соединить, убегать от чего? От чего мы сейчас здесь убегаем? Убегаем, ну, в реальной жизни, от этой нищеты, от того, что не можешь позволить еще ребенку там, не можешь позволить себе поехать куда-то отдохнуть, от этого убегаем. И если соединить удовольствие, то есть, к чему ты идешь, и от чего ты убегаешь, вот, ну, убегаем. Или от работы убегаешь, или от нелюбимого начальника убегаешь, ну, вот это, от чего бежишь? Если соединить вот эти вот две силы, я бегу от работы, от традиционной работы, от долгов, от кредитов, и бегу к, иду к счастливой, успешной жизни. Если соединить вот это все, найти, от чего хотите убежать и к чему хотите стремиться, тогда, тогда у вас будет мотивация, тогда вы будете каждый день вставать и систематично начинать работать. Потому что если вы, ну, помните, вы первый шажочек сделали, о, что-то не получилось, вы просто не знаете, что впереди еще вас ожидает, разберитесь, что вас может ожидать. Ну, только вы себя знаете, только вы себя знаете, и вы знаете свои способности, я, я помогаю. То есть, вот так помогаю, можем, могу помочь, и если позвоните, подскажете, и подскажу, и спрашивайте. И вот успех, это вот от английского слова, успех, последовательность, это шаг, шаг, шаг и еще шаг. Дайте себе время, сколько шагов вы готовы сделать для того, чтобы дойти к этому успеху. То есть, бывает, вот, ну, бывает все, класс, класс, тысячу долларов, класс, я буду, я буду зарабатывать тысячу долларов. Начинают, пришли на вебинары, новые люди, пришли на вебинар, посмотрели, так тут же нужно начинать пользоваться зубной пастой. Да, ну, я как-то не готова. Да ладно, я не буду, тысячу долларов уже не надо. А что такое пользоваться зубной пастой? Нет, для меня не принципиально. Я пользуюсь всем с этого каталога, и я всю жизнь буду с этого каталога пользоваться. Если мне будут платить такие деньги, да всем я буду рекомендовать, и всем буду показывать, и всем буду рассказывать. Вот это и есть шаг за шагом. Сначала начала с себя, попробовала сама, потом нужно уже пригласить других людей. Пригласила других, рассказала, научилась. Вот, еще шажок. Потом уже начинаю проводить вебинары, потом уже начинаю открывать ЧП, потом уже начинаю выступать на сцене. Вот это вот шаг за шагом, шаг за шагом. Все начинают здесь с нуля, все с нуля. Приходят все, как вы, ничего не знают, ничего не слышат, и все начинают. Кто-то сдался, кто-то идет дальше. И кто идет дальше, девочки, откройте YouTube, посмотрите, сколько новых директоров, сколько людей. И самое главное, что наш бизнес, он не прекратится никогда. Вот я так подумала, вот я начинала, к примеру, два года назад. Ну, это я начинала, там, еще на офисе. Ну, в интернете я год работала. И за эти вот два года уже те, кому было 18, уже им 20. Те, кто еще не был в декрете, уже пошли в декрет. Те, кто учились в школе, уже пошли учиться, им тоже нужен заработок. Поток людей в наш бизнес будет постоянно. Девочки красились, женщины красились, мужчины моются, ребенки моются. То есть бизнес у нас будет постоянно. Это гарантия, это стабильный бизнес. Поэтому не слушайте нигде никого. Идите вперед и вперед, шаг за шажочком. И я уже увидела вот сюда, вот, как говорится, зеленый цвет, свет в конце тоннеля. Я уже увидела, и что бы мне ни говорили, ты уже, ты уже, вот, и что ты достигла. Я достигла уровня менеджера. У меня есть команда. У меня есть, у меня уже много знаний, у меня много знаний. Я, даже, сколько я лично уже здесь развиваюсь, мне нравится это все. Я уже, у меня классные результаты за год, у меня шикарные результаты. И я горжусь этим. Еще месяц-два, он открытый ЧП. И я с директ, с мамочки в декрете, я частный предприниматель. То есть за месяц, за месяц дайте себе срок, год. Год дайте срок. Потому что за месяц вы не поймете. Вы не поймете, не осознаете полную вообще суть этого бизнеса. Вы не поймете, не поймете, ну, на самом деле. Потому что за месяц, ну, это очень мало времени. Это создать свой бизнес с нуля. Это дайте себе полгода, как минимум полгода. Я буду ходить смотреть вебинары, я буду что-то там делать, буду пользоваться, буду приглашать. И вот смотрите, у каждого человека есть зона комфорта. Вот у меня на данный момент, ну, сейчас нет зоны комфорта. Вот раньше была, муж зарабатывал хорошо, квартира, машина есть. Что мне еще надо? Ну вот, задать. Я сижу в декрете, мамочка, ну, выйду с декрета на тысячу, на две тысячи гривен, буду работать. Что мне еще надо? Нет, мне надо больше. Ну, это я уже как бы здесь поняла, потому что здесь вот так раскрываются глаза, что можно больше, можно лучше, можно качественнее. Поэтому дайте себе время. Потому что зона комфорта вот так, а чудеса вообще, они близко. Просто только под рукой. Еще, еще два-три человека в команду приглашу, еще одного человека. Вдруг вы уйдете именно в тот момент, когда придет в вашу команду тот человек, который сделает вообще переворот в вашем малифлэме. И он будет вашим директором, он будет вашим лидером. И нужно искать людей, нужно рассказывать людям, нужно уметь рассказать, уметь преподнести, нужно самому это все знать. Вот это вот, и зона комфорта, ну, у всех она разная. Кто-то может на 3 тысячи, кто-то может жить на 5 тысяч, а кому-то не хватает 10 тысяч долларов. Зона комфорта у каждого разная. Давайте будем ее расширять. Не сдаваться. Так. И это важно. То есть, если вы приняли решение, приняли решение работать в компании, то есть найдите, для чего вы будете, для чего вы будете работать. И если вам на каком-то пути захочется остановиться, опять придите к этому пунктику и вспомните, зачем вы начинали. Потому что сдаются многие, но потом возвращаются. Много людей, которые сдались, пошли в наемный труд, поработали на традиционной работе, поработали, поработали, да елки-патрики, это что лучше, тут же способ мне строить структуру, уже все-таки менеджер подо мной скоро будет вырастать, а я на обыкновенной работе работаю. Да нет, и возвращаются. Поэтому у вас такое дело сделано. Мы уже строим ветки, вам помогаем. Уже одну ветку директорскую, поверьте, под вами точно будет директор. Точно, в любом случае. А это уже ваш пассивный доход. Это ваш уже пассивный доход, когда у вас будет директор. Но если вы уйдете, вы сейчас годитесь, уйдете, вас компания ферминирует, и ваш директор перейдет к вышестоящему спонсору. Поэтому нашли, зачем вы будете здесь работать. Нашли. Распланирование. Распланирование, какой срок вы хотите для этого, сколько времени, сколько часов уделять, что делать в эти часы. И организовываем процесс. И начинаем делать. И потом делаем и контролируем. Вот это сделала, классно получилось. Это еще не классно, нужно еще научиться. Это лучше, это лучше, это больше нужно. Уже, если одну страничку, девочки, всем, чтобы не пугались большого количества страничек, начиналось с одной. Мы все начинали с одной странички, не знали, как много создать, зачем их много создавать, как их наполнить. Сейчас, вчера Оля создала 6, и я 6, или 5. И 2-3, они уже наполнены и готовы к работе. А первую страничку раскручивали чуть ли не по месяцу. Это не переживайте, это все у всех было, все начинали точно с такого, как вы. Поэтому, если приняли решение, начинайте планировать, действовать и контролировать, и все будет в шоколаде. Мне нравится это. И вот. Внимание, вот. То есть, как мы приглашаем человека? Вот мы, ну, то есть, я показала вам видение компании, шикарные масштабы. Вот это внимание, обратите внимание на это. Вот. Не просто, что каталог и продукция. Вот это. Перед вами пускай будет только то, банкеты, премии, мероприятия. Только вот это. Вот это вот визуализация. Вы вот это увидели? Класс. Все. Так а что мне нужно делать? Возьми каталог, сделай заказ, попробуй продукцию, начни создавать страничку, приглашай к тебе к классу. Я буду делать это несложно. Все. Дальше. Вы интерес, проявили интерес, то есть, и понимаете, что это удовлетворит ваши потребности. Ваши потребности физиологические, ваши потребности в самореализации. Вы видите, что вот эта вот картинка, вот это, вот этот бизнес, это действительно ваше. И тогда желание, появляется желание, что вы поняли, что цель достижима и действие уже конкретно, что и как нужно делать. Вот это вот такая вот простая схема. Оля пишет, не думайте, что куча денег, что купила пакеты стартовые. Девочки, честно, ну, ситуация у всех в стране, в принципе, она одинаковая сейчас. И у простых людей она одинаковая. Поэтому, но успешные люди, они инвестируют, они... И то, что я инвестировала 100 гривен в эти пакеты, для меня это не вложение. Для меня это реально... Ну, это... Это мой метод работы, это мой инструмент работы. И я знаю, что сейчас я почва для работы. Сейчас я создала эти странички, и я с этих страничек приглашаю новых и новых и новых людей. И у меня странички, те, что у меня были, их уже меньше морозят. И потому что я через день, там, день на трех страничках, те на двух... Следующий день еще на двух страничках, Следующий день еще на пяти страничках. Таким образом, меньше морозят. Но вы всегда, всегда вас видят. Вы продвигаете свой бренд, вы продвигаете себя. И если у новичков, ну, бывает, что нет денег на пакет, у вас есть родственники, попросите, папа, дядя, тетя, дайте мне пакет, дайте мне свой телефон, позвоните, создайте на этот номер телефона звоничку, и все. Я создаю странички в разных городах, и на одно и то же имя, только просто имя пишу, там, Ира Тукало, Ирина Тукало, Ирина, и девичью свою фамилию добавляю, Ирина Топчила Тукало. Изначально ее наполняю, и потом, когда уже на страничке сто и больше друзей, тогда уже рабочий статус, и тогда уже общаюсь в работе. Девочки, поймите, мы даем другим людям шанс. Потому что многие сидят, ждут, их все достало, они хотят уйти, у них есть уже мотивация от, но они еще не узнали о нашем предложении. Они сидят и ждут его. Поверьте, в интернете 7 миллиардов людей, большинство из них сидят и ждут вашего предложения. И кто-то может уже, кому-то может сделали уже предложение, но чаще всего, как бывает, делают предложение, там, ну, пришел человек в бизнес, создал страничку, там, пару людям сделал предложение, ему отказали, он уже ушел с бизнеса. Опять я попала на этого человека, которому, ну, предыдущий человек сделал предложение, а тот человек думал подписаться, но не нашел этого человека, который ему первый предлагал. И он зарегистрируется ко мне, и он скажет мне спасибо, что все-таки я ему достучалась и сказала, так давай попробуем. И вот такая вот картинка, кто если не я, когда, если не сейчас, то есть только сейчас, начинать просто только сейчас. Интернет – это великая сила, все сидим в интернете, и это великая сила. Сколько много масса, масса разных работ в интернете, много лохотронов, зайди, зайди по ссылке, прокладывай рекламу, тебе упадет на Киеве кошелек 5 копеек. Это, ну, это, ну, это так, ну, можно и на таком работать, но я не знаю, я не вижу, я не хочу на таком работать, потому что как другим рассказывать о таком? Я о таком не могу рассказывать. А вот именно наш бизнес – это мировой международный бизнес, и поэтому на будущее, на стабильное будущее, на пассивный доход мы передаем по наследству этот бизнес наш. Поэтому только здесь и только сейчас. И я, кто еще не осознал до конца, кто еще не осознал, я такая же, как и вы, я такая же, как и вы, мы все с вами, ну, равные, мы все мамочки, мы все, может, кто-то, ну, я, ну, все здесь мамочки, и мы заслуживаем достойные жизни, мы заслуживаем достойные жизни, и мы не должны надеяться только на наших мужей, которые заработают и дадут или не дадут нам на какую-то вещь. Мы готовы, мы готовы работать для себя, и мы готовы ответственность брать за свою семью, и нам все потом скажут спасибо. И мужья, и родственники, и семья, и наши бизнес-потворцы. Поэтому я желаю всем удачи, принимайте правильное решение. То есть, кому, если нам тяжело, значит, мы поднимаемся вверх. И легко никогда не будет. Трудности будут всегда. Но просто я вам корчала, я показала, что можем получить от этого бизнеса. И такие перспективы может получить каждый. Поэтому вам решать, вам решать, можете, не можете, хотите, не хотите, будете, не будете, только вам решать. Наша задача – дать вам информацию. И если вы готовы, тогда обращайтесь, спрашивайте, приходите, обучайтесь, проявляйте инициативу. Это вообще даже супер. Потому что много, в каждом человеке сенсуал, и есть люди, которые могут быть, не держите в себе своего «я». Показывайте. Вот я такой. Радите мне, что дальше? Я создала страничку. Что дальше? Как дальше? Давайте методы, давайте то, давайте это. Испроявляйте себя. Испроявляйте инициативу. И тем нам успех обеспечен. Может, кто-то что-то еще хочет добавить? Девчонки, спасибо большое вам, что слушали меня. До встречи. Уже с понедельника будут опять наши вебинары. Будут наши вебинары. И на вебинары спрашивайте у спонсоров. Доставайте спонсоров. Доставайте спонсоров. Это и спонсор оценят. И вам это будет в любом случае намного. Сами, если не можете разобраться, да-то оставайтесь. Спросите спонсора. И в любом случае мы были в той ситуации, в которой вы сейчас на пути начать, не начать, создать, что заказать, куда, как. Мы в этой ситуации уже были, мы вас поймем. И дадим вам то, что нужно именно в тот момент, когда вы к нам обратились. Поэтому, что моя информация была полезна. С новенькими людьми была рада познакомиться. И все, спасибо тогда. Выставлю в группе запись. Ну, тогда до встречи. Продолжение следует...